Что касается искренности Зеленского, не знаю. Я специально за ним не следил, не наблюдал, но я сразу априори ставлю под сомнение данное утверждение. По одной простой причине. Хороший артист может кого угодно сыграть. Кем он является на самом деле, а то, что он артист хороший, несомненно, человек умный и талантливый, это факт. Но вот играет он, и кого он играет, и играет ли он самого себя, мы не знаем. Вполне возможно, что там под, как у многих наших талантливых артистов, имя которым Легион, мы их наблюдали все в течение жизни много раз, которые играли замечательнейших, честнейших людей, так что стали образцами для поколений, для своего поколения, для будущего во многом. На поверку оказались, извините за выражение, полным дерьмом, когда речь коснулась конкретных житейских благ, славы, денег и маленьких житейских удовольствий. Поэтому, что конкретно из себя представляет Зеленский, я не знаю. А в одном вы правы. Он точно очень амбициозный человек. И он явно намерен реализовать свои амбиции в той или иной степени. Поэтому, что и как он их будет реализовывать, я не знаю. Но то, что он совершенно точно не будет играть с Кремлем в договорные матчи на условиях, ну хотя бы компромиссных, это совершенно точно. Он может попытаться сыграть матч с капитулировавшим Кремлем, когда Кремль будет играть с ним в поддавки. Но ни о какой договоренности на паритете речи не пойдет. И в этом отношении вы совершенно правы, он представляет, наверное, из всех кандидатов для Кремля наихудшую фигуру. Именно поэтому, именно ему уделялось в антипиаре московском, топорном, вот таком лапотном совершенно тупом, наибольшее внимание. Я знал о том, что с Зеленским ведут переговоры со штаба Трампа. Когда я узнал о том, что люди из штаба Трампа приехали и как бы заняли офис Зеленского, я понял, что шансов у Порошенко нет. На самом деле, в этой ситуации у Коломойского есть вариант о будущем. Первый, он каким-то образом резко снижает свои амбиции и хоть в каком-то качестве остается в политической жизни Украины. И второй, это то, что его уберут с Украины. И поверьте мне, у американцев достаточно возможности сделать так, чтобы он был уже вынужден из американцев уехать из Швейцарии в Израиль. Но они могут сделать так, чтобы он, в общем-то, никогда Израиля не покинул. Потому что Зеленский очень удобен американцам как президент. Это новый человек, не связанный сейчас никак ни с какими политическими элитами. Ни с Аваковым, ни с Ахметовым, ни с Пинчуком. И если подпереть его своими кадрами, то они смогут, наконец, приступить к реформам внутри Украины. Вообще, Украина интересует американцев лишь постольку поскольку. Американцев интересуют Соединенные Штаты Америки. И то, что мы наблюдаем на Украине, это отражение внутриполитической борьбы внутри Соединенных Штатов Америки. Одни мои знакомые попросили в качестве помощи иметь монополию на раздевание Порошенко. Его начнут, как пираньи, откусывать от него все, что можно откусить. Причем ситуация у него очень сложная. Он просил во время последнего визита представителя Госдепа, он просил, в случае чего, возможность уехать в Соединенные Штаты ему отказали. Израиль ему отказал еще раньше. Жена его просит уехать в Испанию, чтобы они уехали. Там уголовное дело, поскольку даже из-за своей жадности Порошенко даже свою виллу проплатил через офшор Гибралтарский, который входит в юрисдикцию Испании, и тем самым, в общем-то, там готовое уголовное дело на него. Остается в Молдавии, и просил он про Канаду. Мы посоветовали Канаду. Я анонсирую в следующем выпуске, который у меня уже готов, материал о том, что готовится полным ходом физическое уничтожение действующего президента Порошенко до второго тура голосования. И я эти материалы не просто продемонстрировал, называя и показывая заказчиков и исполнителей этого плана. Капканы уже все расставлены, и вы поймете. Но здесь я понимаю, всеобщее будет изумление и удивление по поводу того, что зачем уничтожать физически человека, когда он политически как бы уничтожен. Ну, результат выборов. Два раза первый тур выигрывает Зеленский. И здесь явно что-то, видимо, у Ходаса не все хорошо его заносит. И подобные терзания и сомнения дадут возможность всем моим недругам, дождавшись следующего выпуска, сделать вывод, что Ходас окончательно дискредитировался. Ну, вы представляете вообще, когда, ну, абсолютно, когда немыслимо. Зачем? Что это за утверждение? Вот, подготовьтесь, напрягайтесь, ожидайте и радуйтесь тому, что я выдам материалы, которые вам дадут возможность размазать Ходаса и все его материалы за 20 лет, вместе с книгами, вместе с видео. Ну, видео 10 лет, а книги еще, за 30 будем называть, за 30 лет. Всех его вот этих сопротивлений к Хазарскому Каганату. Итак, ждите после этого выпуска, я просто хочу, чтобы несколько, ну, день, сутки, этот материал покрутился и дальше появится мной анонсированный вот тот материал. Почему я заранее анонсирую? Дело в том, что я не смог пробиться, я был в Киеве, я не смог пробиться к дальним доступам штабов Порошенко. Он окружен предателями, изменниками. И я решил воспользоваться интернетом, выдать эти материалы, которые я анонсирую в интернете, для того, чтобы те, кто реально симпатизирует ему и обеспокоен его дальнейшей судьбой, донесли ему эти материалы. Что дальше будет? 20 дней есть до второго тура. За 20 дней все те, кто в хвосте или под хвостом, скажем, у Пети Вальцмана, продадут Пете свои задницы. Петя заплатит каждому, и они начнут, ну, это такая инсценировка, они начнут все, начиная от Ляшка и им подобным, агитировать за Петю Вальцмана. Зеленского никто рекламировать не будет. И во втором туре, где-то, сейчас пойдут переговоры между Зеленским и Петей Вальцманом. Я думаю, разговор будет такой. Вова, Петя подойдет, Вову позовет, скажет, Вова, я тебе плачу 500 миллионов долларов. Вова скажет, миллиард. Петя скажет, не, Вова, это много сильно, тебе и так на халяву это самое, полмиллиарда. Ну, где-то в размере от 500 миллионов до миллиарда Петя переведет на счета Зеленского определенную сумму. Возможно, даже пообещают Зеленскому поддержку на парламентских выборах, поддержку в создании какой-то его политической партии, какой-то его определенной политической структуры. И во втором туре Петя скажет своим хозяевам в этом, в Израиле и в США, ребята, шоу организовано, гои пришли, гои голосуют, я сделал невозможное. При отрицательном рейтинге нарисовал себе 20%, дальше он нарисует, еще больше, все молчат, все спокойны, все довольны, все покорно поклонились тому, что им преподнесли сверху. С Вовой Зеленским мы договорились, я продолжаю свою работу. Ну, и вот таким будет результат выборов. А Коломойский, это зубр, все. И он обозлен, что Порошенко его выкинул. Вот, поэтому Саакашвили и Коломойский, они будут добивать всех людей Порошенко, а Аваков поможет, он обо всех все знает. А Зеленский будет делать то, что Коломойский. Подписывайтесь на канал Фраза. Будьте с нами.